Издательство Бомбора. Океан книг. Мишель Полер. Привет, страхи! Сто дней преодоления фобий, ограничений и личностных барьеров. Посвящается моим будущим детям. Возможно, мне также стоит посвятить эту книгу Адаму, моему мужу. Ведь именно благодаря ему я смогла так легко перевернуть свою жизнь с ног на голову. И раз уж на то пошло, я хотела бы посвятить эту книгу всем мужчинам, которые поддерживают женщин и помогают им расширять свои права и возможности. Глава первая. Привет, жизнь. От движения на автопилоте до жизни на полную катушку. Я за кулисами. Стою рядом с Лизой, организатором мероприятия. Она дает инструкции работникам аппаратной. Дэйв, включи презентацию Мишель и убедись, что звук настроен на нужную громкость. Тихо, говорит она, глядя прямо на меня. Я окиваю и улыбаюсь ей в ответ, тем самым давая понять, что готова выйти и разорвать зал. На самом деле я обливаюсь потом от страха, а мое сердце рвется из груди, словно гепард, преследующий кролика. Какое ужасное зрелище я только что заставила вас представить. Прости, кролик. Ведущее мероприятие представляет меня со сцены. Если вы когда-нибудь задумывались, какой была бы ваша жизнь без страхов, когда она говорит это, я тоже задумываюсь над ответом на этот вопрос, мягко говоря, я очень нервничаю, то приготовьтесь узнать, встречайте Мишель Поллер. Я все еще стою за кулисами, молюсь, чтобы кликер меня не подвел, но, услышав, как громко меня приветствует толпа, я вспоминаю в очередной раз, что все эти люди не враги для меня. Все, чего они от меня хотят, чтобы я выступила суперпотрясно, и тогда они вернутся домой и всем расскажут, какой крутой спикер выступал на мероприятии и как классно оно прошло. Дэйв делает звук громче. Настало время моего выхода. Я выхожу под мелодию, которая играет у меня в голове. Дьюра от Дэди Янки. Пуэрториканский певец, актер и музыкальный продюсер, один из наиболее известных представителей стиля регги-тон. Примечание редактора. И мне вообще не стыдно. И начинаю танцевать, будто стою рядом с самим Дэди Янки на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, за исключением того факта, что на сцене я одна перед восьмью тысячами женщин, у которых глаза на лоб вылезли от неожиданно активных танцев в восемь утра во вторник. Мне так хорошо. Регги-тон, музыкальный стиль и танец, возникший в конце 1990-х годов в Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнс-холла и хип-хопа. Единственное, что успокаивает мои нервы. Я готова обнажить душу, поделиться историей, как мне удалось преодолеть свои страхи и вдохновить всех этих женщин на то же самое. Когда я вижу, что мои слова тут же оказывают воздействие, я понимаю, что все это не зря. Но подождите. Так было не всегда. Давайте вернемся в прошлое на четыре года назад. В тот день я принимала душ после долгого дня в офисе, как обычно, слушая собственноручно составленный плейлист из любимых песен на Спотифай. Музыкальный интернет-сервис. Первой заиграла песня «I lived» в исполнении «One Republic» американская поп-рок-группа. Вы когда-нибудь ее слышали? Чем больше я вслушивалась в слова песни, тем сильнее мне хотелось плакать. И в конце концов я разрыдалась. Что бы они ни хотели сказать, это выходило за рамки моего жизненного опыта на тот момент. Я осознала, что еще не жила по-настоящему. Но технически я прожила 25 лет, но чтобы прямо жить, такого я не могла припомнить. Эта мысль меня поразила, и я решилась столкнуться со своими страхами лицом к лицу. В 2014 году я переехала в Нью-Йорк, чтобы получить степень магистра в области брендинга в Школе изобразительных искусств. Дебби Милман, гуру брендинга и автор программы, в первый же день занятий задала нам простой вопрос. Какой вы видите свою жизнь через 10 лет? Вы когда-нибудь об этом думали? Простой вопрос. Ну да, конечно. Это должно быть один из самых сложных вопросов, которые мне когда-либо задавали. Если вы хоть раз себя об этом спрашивали, то знаете, что при попытке найти ответ все стараются мечтать по-крупному, но не слишком. Хочется звучать амбициозно, но в то же время скромно. И вот вы начинаете представлять себе 45-метровую яхту, а в итоге останавливаетесь на чертовом каяке. Вам не хочется разочаровывать будущего себя слишком уж большими планами, которые так ни к чему и не привели, и чувствовать себя ничтожеством, не так ли? Так что я начала записывать полуамбициозные цели, которые, как я полагала, могут осчастливить меня через 10 лет. Через 10 лет, поработав на одной из лучших компаний во всем Нью-Йорке, я наконец-то стану предпринимателем. Я буду работать с Адамом, моим мужем над совместным бизнесом, каким бы он ни был. Мы будем много путешествовать по делам и наслаждаться этим. Меня будут приглашать на выступления в качестве спикера на различные мероприятия, где я буду рассказывать о своих достижениях. А еще мы купим свою первую квартиру на Манхэттене. Как только все студенты описали свои планы, Дэмби попросила каждого определить одно главное препятствие, которое может встать на пути к их осуществлению. Не прошло и секунды, как я мысленно перенеслась на несколько недель назад, в момент, когда стояла в душе и плакала. Я осознала, что все это время не жила по-настоящему из-за одной вещи — страха. Страх был главным препятствием, которое могло забаррикадировать дорогу к достижению всех моих целей. Как я буду пробиваться в лучшие компании Нью-Йорка, если так боюсь отказов? Как я собираюсь стать предпринимателем, если не умею справляться с неопределенностью? Как я построю процветающий бизнес, если меня так пугают нетворкинг и самореклама? Как я вообще буду выступать на конференциях и рассказывать о своих «достижениях», если до жути боюсь публичных выступлений? Из чего бы нам покупать апартаменты в Нью-Йорке, если мне с трудом удается почувствовать себя комфортно в этом городе на протяжении последних девяти месяцев? Я хотела жить такой жизнью, но до смерти боялась. Я осознала, что жажда успеха на мною движет страх. И следующее домашнее задание перевернула мою жизнь с ног на голову. Стодневный проект. Как только каждый в нашей группе обрел четкое представление, какой будет его жизнь через 10 лет, и нашел одно главное препятствие, которое может встать на пути, мы должны были что-то предпринять, не так ли? Мы же не собирались просто смотреть, как разрушается наше будущее. Именно тогда Дебби представила нам «Стодневный проект». Хэштег «The 100-day project». Автором проекта «The 100-day project» изначально был Майкл Бейрут из Ельского университета. «Если бы вам пришлось сделать что-то ежедневно на протяжении следующих ста дней, что бы это было?» спросила она. «Сто дней делать одно и то же?» звучит как вызов. Нам следовало выбрать один аспект своей жизни, над которым мы хотели поработать и уделить ему целых 100 дней. Это и был наш способ вырасти. Вот что я думала делать. Сто дней благодарности, сто дней любви к себе, сто дней отказов, сто дней на позитиве, сто дней ведения дневника, сто дней открытий, сто дней медитаций, сто дней занятий фотографией или лепкой из глины, сто дней уязвимости. Но в итоге я выбрала сто дней столкновения со своими страхами. В течение суток я прошла нелегкий путь от нежелания ввязываться в эту авантюру до робкого «ладно, я попробую». Я перестала послушно реагировать на события жизни и плыть по течению. Я начала предпринимать осознанные действия. Я перешла от движения на автопилоте к жизни на полную катушку. Я поставила себе цель стать более смелым человеком, но не только ради себя. Я хотела стать отважной женой для Адама, моего мужа, и храброй мамой для наших будущих детей. Немного истории. Мои предки пережили Вторую мировую войну. Половину моей семьи убили в нацистских концентрационных лагерях. Моим бабушке и дедушке повезло, они смогли выжить и начать жизнь заново в другой стране, в Венесуэле, где я и родилась. Проблема заключается в том, что их страхи никуда не делись, ведь они передаются из поколения в поколение. Моя мама росла среди множества страхов, как и я. Возможно, наши страхи не совпадают, но мы обе имели к ним одинаковое отношение. Если они есть, из-за этого не стоит переживать. Услышав о 100-дневном проекте The 100-Day Project, я тут же поняла, что это моя единственная возможность разорвать семейные оковы страха и переписать свое будущее, о чем я расскажу подробнее в главе 10-й. Поэтому, пожалуйста, прослушайте начало 10-й главы сейчас, если хотите лучше понять, откуда я родом, а затем вернитесь к этому моменту и продолжите прослушивание. Несмотря на нашу семейную историю, вы, возможно, подумаете, «Как можно иметь 100 страхов?» Звучит очень неправдоподобно. И вы правы. Со временем я узнала, что у меня нет сотни страхов. Их всего семь. Семь главных страхов. Шел пятнадцатый день моего стодневного проекта, и я медленно шла из своей квартиры в направлении салона красоты, ощущая знакомое тревожное чувство в животе. То же самое было и на четвертый день, когда я собиралась проколоть ухо. Чем ближе я подходила к салону, тем тяжелее мне становилось идти. Дойти до салона было не самым страшным делом, и даже сам салон не был таким уж страшным местом. Я была там много раз, когда мне делали маникюр или обновляли стрижку. Однако в этот раз все было по-другому. Я собиралась воспользоваться услугой, которую я благополучно избегала последние тринадцать лет своей жизни с момента полового созревания, восковой депиляции зоны бикини. Я была в полном ужасе не только из-за боли, которую мне предстояло испытать, но и из-за смущения, что мне придется показать мою, сами знаете что, Ольге. Ольга, та русская женщина, к которой я была записана на депиляцию моей, да уж, и первое, что я у нее спросила, «Вы не против, если я поснимаю себя на GoPro, пока вы депилируете мне там?» «Гоупро — американская компания, производящая экшн-камеры и аксессуары к ним. Название стало нарицательным для всех экшн-камер фирмы». О да, я не только взяла на себя обязательство сталкиваться с одним страхом в день, я еще и снимала, редактировала и выкладывала по одному видео в день на YouTube. И иногда это было страшнее, чем преодолевать страх. «Вы когда-нибудь пробовали загружать во всемирную сеть видео, на котором вы засняты в уязвимом положении, и делиться ими со всеми своими знакомыми? Попробуйте так делать на протяжении ста дней». Должно быть, это был самый неловкий вопрос, который Ольга слышала за всю свою жизнь. Но «Благослови ее, Господь!» она ответила, «Я никогда не забуду ее слова». «Что угодно, дорогая, если так тебе будет комфортнее». В эту женщину невозможно не влюбиться. Ольга не только отлично справилась со своей работой, но и сделала мое видео в тысячу раз лучше. Идея записывать процесс на видео показалась ей забавной, поэтому она решила поучаствовать. Ольга понятия не имела, что ролик окажется на YouTube, и тем более не предполагала, что видео наберет полмиллиона просмотров. Может, мне следовало ее предупредить? По правде говоря, в тот момент мне и в голову не приходило, что мои видео будут интересны хоть кому-нибудь, кроме пары десятков знакомых. Хотя Ольга и помогла мне, произнеся пару вдохновляющих фраз, «Мне все равно было адски больно, гораздо сильнее, чем при прокалывании уха». Вы понимаете, к чему я клоню? Я не боялась воска и иголок. Они были лишь двумя воплощениями одного и того же страха — страха боли. Осознав это, я решила группировать все страхи моего стодневного марафона, и у меня получилось семь больших групп. Итак, чего я больше всего боюсь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok